Брюс Линдл, американский убийца и насильник, совершивший серию убийств и изнасилований в конце 70-х, начале 80-х годов на территории штата Иллинойс. Брюс Эверет Линдл родился 29 января 1953 года в одном из пригородов Чикаго под названием Сент-Чарльз, штат Иллинойс, в семье Джерома и Орлин Линдл. Помимо него в семье было еще трое детей. Вскоре после рождения его семья приехала в другой пригород Чикаго, Даунерс Гроу, где Брюс посещал школу, которую окончил в 1971 году. После окончания школы Линдл поступил в колледж, который окончил в середине 70-х, со специальностью инженер-электромеханик. В последующие несколько лет Брюс работал электромехаником, а также мастером производственного обучения в профессиональном техническом училище в городе Кейнвилл, штат Иллинойс. В свободное от работы время Линдл увлекался прушутизмом и ракетболом. Большинство из его друзей и знакомых отзывались о нем крайне положительно, несмотря на то, что он легко впадал в состояние аффекта и периодически проявлял агрессивное поведение по отношению к окружающим. Кроме этого, в декабре 1976 года он был арестован за хранение марихуаны, но в серьезном увлечении наркотическими средствами замечен не был. Начиная с 1974 года Брюс совершил множество мелких правонарушений и неоднократно подберегался арестам, но каждый раз суд в отношении него ограничивался административными штрафами. В течение этого периода времени Линдл сменил несколько мест жительства. В разные годы он проживал в городе Чикаго и его различных пригородах, прежде чем переехал в город Аррора, штат Иллинойс, в 1978 году. 6 марта 1979 года, проживая в городе Аррора, Брюс под предлогом продажи марихуаны заманил свой дом 20-летнюю Аннет Лазер, где под угрозой оружия изнасиловал ее. Он отпустил девушку после того, как она дала ему согласие на продолжение дальнейших интимных отношений, после чего Лазер обратилась в полицию. Однако, так как Аннет была наркозависимой, а дом, где произошло изнасилование, принадлежал офицеру полиции Дэйву Торресу, который был близким другом Линдл, полиция сообщала показания девушке недостоверными, а Брюсу никаких обвинений в итоге предъявлено не было. 23 июня 1980 года Линдл на парковке одного из торговых центров в городе Аррора совершил похищение 25-летней Дебры Калиандр. Преступник отвез девушку в свои апартаменты, где изнасиловал, после чего отпустил. Калиандр заявил в полицию об этом. На этот раз Брюс был арестован, и ему были предъявлены обвинения. Заплатив залог, Линдл был отключен на свободу. 7 октября того же года Дебра после окончания рабочего дня пропала без вести, в связи с чем судебный процесс, который должен был состояться в 1981 году, был отменен за отсутствие ключевого свидетеля, а все обвинения против Линдла в конечном счете были сняты. 22 декабря 1980 года Брюс совершил нападение на 30-летнюю женщину в северной части города Аррора, после того, как она отказалась показать ему сексуальные услуги за материальное вознаграждение. Так как свидетелями преступления стали несколько человек, Линдл поспешил покинуть место преступления, не причинив жертве тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая женщина обратилась в полицию в ходе допроса, и ей были предъявлены фотографии преступников для визуальной идентификации. Но так как среди предъявленных ей фотографий отсутствовала фотография Линдла, жертва указала на другого человека, имевшего схожие с ним черты внешности. 28 января 1981 года Линдл был увлечен в незаконном прослушивании и записи чужих телефонных разговоров с целью вымогательства. При попытке задержания он совершил нападение на офицера полиции и наставил на него ружье. После ареста ему были проявлены обвинения в сопротивлении аресту, незаконном хранении оружия и нападении, но он снова был отпущен под залог и остался на свободе во время предварительного расследования. 4 апреля того же года в одном из торгово-развлекательных центров города Нейпервилл Линдл познакомился с 18-летним Чарльзом Хубером. После игры в боулинг Брюс предложил Хуберу отправиться в квартиру девушки Брюса с целью совместного распития спиртных напитков. Хубер согласился. Вечером того же дня они явились в апартаменты подруги Линдл, где Линдл вскоре совершил убийство Чарльза Хубера, нанеся ему 28 ножевых ранений. Во время совершения убийства жертва оказала сопротивление, благодаря чему Линдл также получил ранение ножом в бедро, который повредил бедренную артерию, вследствие чего явилось обильное кровотечение, от последствия которого Брюс Линдл умер в течение нескольких минут в возрасте 28 лет. После смерти Линдл одна из его потенциальных жертв, которая подверглась нападению 22 декабря 1980 года, заявила в полицию об идентификации его в качестве преступника. Во время осмотра его апартаментов были найдены несколько фотографий молодых девушек, в том числе фотографии 16-летней Деберы Маккоу, жительницы Доунерс Гроу, которая пропала без вести в ноябре 1979 года. Следствие подозревало, что Линдл причастен к исчезновению девушки, тело которой так никогда и не было найдено. В 1982 году было обнаружено полуразложившееся тело одной из жертв Линдлла, Дебры Калиандр, пропавшей без вести 7 октября 1980 года. После того, как в полицию позвонил человек, заявивший о том, что Брюс предлагал ему материальное вознаграждение за убийство Калиандр, в связи с ее статусом ключевого свидетеля на предстоящем судебном процессе, следствие также внесло Линдлла в список подозреваемых в совершении убийства девушки, так как у него имелся мотив. В 1993 году было возобновлено уголовное дело об убийстве 16-летней Памела Мурор, убитой в январе 1976 года. Так, девушка перед смертью была изнасилована, на ее теле были найдены биологические следы преступника, из которых была выделена его ДНК. С помощью публичных сайтов генетической генеалогии было выяснено, что профиль ДНК убийцы совпал с профилем ДНК родственников Брюса Линдлла. В 2019 году его тело было инкумировано, и из его останков был взят образец плоти, из которых впоследствии была выделена ДНК, годное к лабораторным исследованиям. С помощью лабораторных исследований в январе 2020 года была доказана вина Линдлла в совершении убийства Памела Мурор. Брюс Линдлл был объявлен подозреваемым в совершении как минимум 12 убийств и 9 изнасилований, совершенных в разных округах и пригородах Чикаго, с 1974 по 1981 год. Расследование которых было возобновлено. Всего же за указанный период времени в округе Дупейдж и ближайших ему округах было убито более 70 девушек и женщин.